Заведения общепита, которые и так оказались на грани разорения из-за введенных ограничений, получили счета к уплате на огромные суммы от правитель Российское авторское общество. Эта малоизвестная структура предлагает заплатить за музыку, которую крутят в кафе и барах. Что делать дальше, платить или игнорировать, предприниматели не знают. В ситуации разбирался Александр Диаконов. Константин – предприниматель из Минусинска. В сфере общественного питания работает уже много лет и о всех контролирующих его деятельность органах знает. Известно ему и то, что за воспроизведение музыки нужно платить правообладателям. Но вот вопрос, кому и сколько, оставался открытым, пока на пороге его заведения под видом обычного клиента не появился сотрудник Российского авторского общества. Именно тогда, когда к нам пришел проверяющий человек от данной организации, у нас то ли интернет стал лагать, то ли человек просто, который у нас работает, решил включить другую музыку под разнообразие. Ну и включил там с популярного ресурса, так скажем, по своей подписке там несколько треков, да. Ну и вот как раз в этот момент, когда эти треки играли, происходила проверка. Ну, в принципе, вот и вся ситуация. В Минусинске проверяющий побывал как минимум в пяти заведениях, а на следующий день отправился в Абакан, где по предварительной информации вручил документы на оплату руководителям 30 организаций общепита. Каждый из них должен заплатить от 100 до 200 тысяч рублей. И это при урегулировании вопроса в досудебном порядке. Вообще же сумма компенсации от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Все это дело, все из-под тяжка. То есть, ну вот в этом плане очень неприятно было. Почему так, почему у нас какая-то организация, действительно, если это организация, если они мошенники, мог хотя бы представиться, сказать, кто он, откуда, и для чего, и для какой цели. К тому же у меня шел просто телевизор. Просто телевизор и ничего более. А какой канал шел? Канал Муз-ТВ шел. Общепиту, который только начал приходить в себя после ограничений, связанных с коронавирусом, такие суммы кажутся неподъемными. У нас посадка до 20 человек. И мы должны 160 тысяч, в принципе, заплатить. Если мы заплатим эту сумму, то это нам выйдет таким боком, что мы просто, наверное, задержим зарплаты людям. С поставщиками у нас начнутся проблемы. Ну как, если не ставят такие рамки, что мне до 27-го надо обратиться, либо на меня подают в суд. Как? Ну как, у меня нету 100 тысяч. Российское авторское общество и Всероссийская организация интеллектуальной собственности действительно существуют. Ближайший филиал находится в Новосибирске. Нам удалось связаться с его руководителем. Речь не идет о штрафах, в принципе. Мы не контролирующие органы, мы не государственные органы, мы общественные организации. Мы не можем налагать никакие штрафы. Но мы можем осуществлять защиту прав в гражданском порядке, в порядке самозащиты. По бизнесу, в соседних городах, там уже лет по 20 выплачивают вознаграждение. Понимаете, просто по Сибири, к сожалению, судебная практика, она только-только начинается. Это означает, что дать хоть какую-то грамотную консультацию в нашей республике, по сути, никто не может. Ответить на вопросы готов уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хакасии. А пока тем, кто ведет коммерческую деятельность, вероятно, стоит углубиться в законодательство и узнать, как организовать свой бизнес, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Александр Дьяконов, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия. Продолжение следует...